Музыка Продолжительная жаркая погода с аномально низким количеством осадков привела к затяжной засухе в ряде регионов Китая, создав серьезные проблемы для сельскохозяйственного производства. Об этом заявил замдиректора Бюро экологии и сельскохозяйственной метеорологии Центрального метеорологического управления Китая Ли Сэнь в интервью Центральному телевидению Китая. Эту информацию агентство Назарнюс предоставило китайское агентство CCTV+. С конца июня текущего года южные регионы Китая оказались во власти сильной жары. Среднее количество дней с высокой температурой, когда максимальная температура воздуха достигает 35 градусов и выше по Цельсию, составило 19, побив рекорд за аналогичный период 1981 года. В частности, в районах восточной части Сычуанской впадины до среднего и нижнего чтения реки Янцы количество дней с высокой температуры варьируется от 20 до 40, что на 15 дней больше, чем за аналогичный период предыдущие годы. Начиная с июля этого года количество осадков в центральной части провинции Джанцзень, на северо-востоке провинции Цянцы, на юго-востоке провинции Сычуань и в ряде других районов составило менее 50 мм, что сократилось не менее чем на 50% по сравнению с аналогичным показателем предыдущие годы. Такая продолжительная жаркая погода в южных регионах вредна для роста сельскохозяйственных культур, причем уже сказалась на части сельхозкультур. Здесь речь идет главным образом об одноурожайном рисе. Согласно данным мониторинга, индекс вреда от высокой температуры достиг максимума с 1981 года, намного выше показателей 2006 и 2013 годов. На этой неделе будет небольшая передышка от жары и засухи, поскольку в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Однако эксперт считает, что кратковременных осадков недостаточно, чтобы полностью смягчить эффект от высокой температуры. Бахут Глючуманов, Оросбек Шабдоналиев, Назар Ньюс.